Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Благодарю Бога Всемогущего за служение здесь, в Москве. Вчера я проповедовал вне деноминационной церкви христианской Иисуса Христа церкви. И очень рад был знакомству с братьями, сёстрами. Семья Господня самая великая. Братья и сёстры по всей земле, в разных странах, народах, городах, сёлах. И я очень благодарен Богу за эту честь, которую Он оказал мне вчера, быть в таком общении блаженном с братьями, сёстрами, делиться Словом Божьим. И эти записи, представляю вашему вниманию, записи служения вчерашнего. И 7 января – это день, когда православные старостильные церкви, в том числе и русская православная церковь, отмечают именно Рождество Христово. И, в общем-то, конечно же, Иисус родился и не в январе, и не в декабре. Это, по-нашему, было, получается, в сентябре, но, исторически, если брать, но по церковной традиции, древней уже традиции, перенятые ещё, к сожалению, с оккультного язычества, вспоминают о Рождестве у нас обычно в декабре или в январе. Ну, или так, или так. Хотя, чаще всего сейчас христиане и так, и так. И 25 декабря, и 7 января, потому что, в принципе, среди христиан сегодня обычно разговоры, вот я слышу, общаюсь с разными верующими, обычно говорят так, что важна даже не сама дата, а именно события. Ну, вот именно как раз о событии я и говорил. И вчера, и в эти дни, и сегодня тоже буду говорить об этом. Потому что события Бога воплощения, это действительно события, перевернувшие весь ход мировой истории. Это действительно начало нашей новой, новой уже эры. Два тысячелетия продолжающейся. Эры благодати, эры спасения. И недаром Иисус Христос назван в Новом Завете, как, никак иначе, как Новый Адам. Новое человечество, новая общественная формация, спасение всего мира. И апостол Павел писал, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И это спасение всех Бог лишь смог сделать, отдав Сына Своего, пожертвовав своей жизнью, своей кровью за всех нас. Слава Богу! И благодарю Бога всемогущего, благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры, во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Москвы. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Киевская архиепископия. Благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Паки и паки, как говорится, снова и снова. Пусть действительно Христос царствует нас, господствует нас. Те, кто приняли Его верою, принимают Его благодать. Пусть эта благодать умножится в наших судьбах. Те, кто еще может из зрителей, слушателей, еще не приняли эту благую весть, поспешите принять. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, прямо сейчас примите эту благодать и скажите, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. И ни в коем другом нет спасения. Я принимаю Твою милость, благодать, спасение Твое, прощение, Божье святое прощение во имя Иисуса Христа. Общайтесь с Господом, прославляйте Иисуса Христа, читайте Божье Слово, Библию Святую, и пусть Господь Бог благословит вас. Ну и старайтесь, конечно же, иметь общение. Я вчера в этом не лишний раз убедился, какая это благодать вообще, неслыханная, невиданная благодать, иметь общение с братьями и сестрами, с теми, кто любит тоже Господа Иисуса Христа, дорожите этой любовью. Пусть Бог благостает всех вас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.